приветствую вас уважаемые любители закусить ну конечно же если вы любители закусить то вы что-то закусываете значит вы будете не против выпить за то что получились мои прекрасные баклажаны ну за баклажаны беловежская настоечка она с баклажанами я вам скажу ух за баклажаны ваше здоровье так вот сегодня мы все-таки в основном по закусить берем баклажанчики ингредиенты вы видите на экране ну полтора килограмма я взял по одной простой причине что у меня вот в кастрюлю эту если не ошибаюсь 5 литровую вот ровно 5 не 5 полтора килограмма их и влезло моем заливаем водой такой еще как технологический момент чтобы баклажаны во время варки не полопались не поразлазились их а так можно вилочкой попротыкать чуть-чуть в нескольких местах каждый из баклажанчиков подсаливаем вот я 4 чайные ложечки соли так херакну сюда и варим но варим недолго как закипит там у кого какая плита какие баклажаны ну где-то в пределах наверно плюс минус минут десять я засеку время скажу сколько варились у меня но чтобы они не переварились какой-то спичечкой там проткните если мягкие варить хватит то если разлезутся то будут не очень будет икра баклажанная включаем газы доводим до кипения и варим ну а пока там баклажаны варятся режем лук кольцами и давим чеснок сварились баклажаны уже даже остыли варил я их 9 минут если быть точным ну еще горяченькие и вот они стали вот такие теперь их режем кольцами ну где-то сантиметра так полтора два кольцо потом же их пожевать можно было и по мере нарезания выкладываем в емкость а так слоями так выкладываем слой баклажанчиков первый слой выложим потом подсаливаю ну общей сложности на этот объем баклажанов где-то 4 чайные ложки соли поэтому так на каждый слой немножко соли перец горошком лавровый лист но у меня лавровый лист почему-то оказался молотый не целый поэтому я буду молотым притрушивать чеснок насыпали после этого лук и снова слой баклажанов таким образом все это раскладываем перерабатываем заполнил я кастрюльку таким образом и теперь делаю маринад подсолнечное масло и уксус уксус я всегда использую либо яблочный либо винный перемешать этим маринадом заливаем баклажанчики вот собственно говоря на этом вся работа по приготовлению закончена закрыть крышкой поставить в холодильник ну и завтра утром уже можно налить рюмочку и продегустировать прошли сутки ну с утра как-то не получилось выпить пробовать эти баклажаны не нанил какой-нибудь там ну не знают водочки с перцем это же зря пропавший продукт поэтому так вот сутки прошли и теперь можно смело попробовать прекрасные баклажанчики я вот уже себе в тарелочку положил с собственного приготовления хлебушком это же прекрасно ну прекрасно что тут еще скажешь надо подготовиться можно даже так взять баклажанчик положить его на этот хлебушек это красиво перчик можно убрать у меня в водочке он присутствует на ваше здоровье за дегустации нового продукта это изумительно чеснечок лучок подсолнечное масло брал я не рафинированное чтоб был аромат и вкус легкая кислота от яблочного уксуса чуть-чуть специй ну что я вам рассказываю это я не знаю разве вот можно воспринимать вкус на рассказ в общем приготовьте попробуйте не думаю что водки вам в доме не хватит после этого у меня конечно хватит а вы там подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы он звенел всегда когда выходят мои прекрасные видео и будет вам счастье ваше здоровье всем пока и и и